здравствуйте уважаемые дамы и господа сегодня прекрасный день в санкт-петербурге не идет дождь сухой асфальт доехал я сегодня до студии быстро и хочу приготовить вам кашу которую вы полюбите есть каждое утро как полюбил ее есть однажды я в детстве всех перекапливают каши не правда ли и какой-то злаковый элемент греча манка пшено пшеничка рис вам кажется просто надоедливым но реально готовит бабушка какую-то кашу ее любишь а мама готовит другую ее ненавидишь и здесь факт остается фактом что любимая каша она потом в зрелом возрасте остается всего лишь какая-то одна я хочу вас сегодня немножко удивить рецептом которое приготовлю в моем помощники пятислойной кастрюле именно в такой кастрюле готовьте кашу она не будет пригорать ко дну к бортикам и будет потрясающий эффект русской печи как будто вы поставили чугунок в духовочку представляете она сварится равномерно а секрет мой будет заключаться в том что я положу 5 злаков и человеческий разум так устроен что вы будете при поедании ваши рецепторы узнавать вкус любимой каши и правда ли это круто и так приступим хочу я кашу свою приготовить на топленом молоке это даст еще потрясающий эффект и сейчас выливаю литр топленого молока позволяю себе включить максимальный нагрев здесь у меня 9 цифр включите десятую чтобы скорость приготовления утром каши была высокой в самом начале варки если вы любите сладкую кашу положите ну побольше сахара если вы любите пресную кашу подсолите и маленькую козелочку сахара так возьмите венчик и тщательно размешать соль с сахаром тут главное в кастрюле эринген следить чтобы молоко не убежало ведь закипание с 5 слоями идет потрясающе быстро ну вот уже молоко горячее и я хочу вам показать как я буду смешивать эти злаки смотрите на тарелку насыплю гречи пшена риса пшенички и теперь каждый заваривает ее с вечера или с утра это овсяночка вот такой натюрморт у меня получился можете такую тарелку оставлять мужу либо детям посмотрите ну детям то вряд ли подумают что мама совсем смехнулась сколько каши наверное играет в песочницу соскучилась и так и отправляю все злаки кастрюлю спросите сварится ли они равномерно да совершенно верно у меня овсянка подойдет чуть быстрее рис гречи позже а пшеной пшеничка еще позже так в этом вся суть вы пока пойдите почистите зубы а эринген вам поможет сделать так чтобы каша не пригорела ни к стенкам ни ко дну и кашка у вас будет готова ну буквально минут через 18-20 не раньше это труд но когда ее подам откроюще стертой клубникой вы придете в восторг господа смотрите как я помешиваю кашку и я вожу маленькие кружки по большому кругу как солнечная система работаю в кастрюле венчиком и так каша начала вылезать из кастрюльки это показатель того что она варится качественно сегодня я работаю на индукционной плите и хочу сказать что кастрюля подходит как к инфракрасным как газовым как электрическим так кондукционным тоже ну и вот господа каша набухла уже просится из кастрюли я ее мешаю со всех сторон вот так вот с любовью замешиваю я хочу чтобы в каше был аромат мяты я не просто положу листик а порублю свежую мяту на доске с щепоткой сахара и так господа насыплю жмень сахара и изрублю его с мятой здесь мяту жалеть не надо она должна пустить сок и завязаться с сахаром чтобы устроить такой дуэт мятно сахарный щепотка такого сахара сделает кашу потрясающе вкусный и буду сервировать возьму тарелку и буду выкладывать кашу ну сколько какой у вас аппетит посмотрите все злаки проглядываются здесь она стала красивой напоминаю что натоплено молоке отодвигаю кастрюлю в сторону отрежу хвостики у клубники в одном из меню ресторанов было написано мультизлаковая каша с тертой клубникой я понимаю что замороженную клубнику не натереть на терке и это настолько аппетитно звучит что я понял что она будет свежая также и вам позиционирую с тертой клубникой натираю прям с руки клубнику три маленьких клубничный на порцию предостаточно терочку в сторону и мятным сахаром всыпаю по всему периметру ну вот господа такая мультизлаковая каша с мятным сахаром и тертой клубникой у меня сегодня получилось самый помощник пятислойная кастрюля из нержавейки не изменила вкус каши это важно ведь все профессионалы пользуются на кухнях именно нержавейкой приятного аппетита